Итак, сегодня шоу у нас очень необычное. Мы находимся в музыкальной студии широко известного в узких кругах музыканта... Музыки! Пока! Пока! Сергея Дымова. Моя искра нам представляет сегодня. Мы пока наслаждаемся, но сейчас мы будем немножко узнавать поглубже этого человека, с которым мы уже познакомились с вами несколько месяцев назад. Но это была совсем другая история. А сегодня мы раскрываем вот этот талант. Жанна, ты меня скучаешь. На самом деле, талант в каждом человеке. А если создали уже и ансамбль, то есть хочется самовыражаться. Где-то уже пошло творчество. Насколько это давно, насколько в твоей жизни музыка присутствует? Как давно? Всегда ли были какие-то перерывы? Всегда ты хотел что-то... История была такая, что в молодости мы, я с ребятами, с друзьями своими играл, мы создали группу, точнее меня пригласили в готовую группу. Мы вместе играли и ездили и на дни рождения, на свадьбы, на корпоративы. И там, и везде участвовали. И потом, прошло несколько лет, и нашего, скажем, лидера, гитариста и певца забрали в ресторан работать уже, постоянную работу. И на этом наша группа прекратила существование. Уже тогда музыкантов забирали не в армию, а в рестораны. Да, кстати, насчет армии. Он, кроме того, что был музыкант, он окончил, Петруха, это я про тебя, он окончил швейное ПТУ, вот, и сшил прекрасные брюки и джинсы. Вот, он сшил для комиссара, военного комиссара, сшил ему штаны, одни или две, не помню, его отмазали от армии за это, за штаны. Молодец. Гениальный предприниматель, да? Вот, после этого были всякие эти 90-80-е, бизнес, то, сё, другое. Вот, и когда-то, когда я уже стал жить за городом, вот, у меня свой дом, своя баня, где я купил всю аппаратуру и сидел сам для себя практически 10 лет, играл... Парился. Просто для себя занимался, да, приходил когда вечер, брал гитару, включал колонки... То есть, неотъемлемая часть такая. Да, никому не мешая, да. Иногда, правда, бывало, что соседи с соседнего участка кричали, там, Серёга, открой дверь, мы хотим слушать. Ну, я открывал дверь в бане. Не говори, что слушай, прекрати эту бакалалю. А наоборот, уже публика, то есть, уже востребованность была, да? Ну, какая-то, да, конечно, вечеринки, эти посиделки наши загородные были все с гитарой, с музыкой, с пением, со всем. А где-то вот 4 года назад у меня вот эти ребята, которые здесь, которых вы ещё увидите, наверное, сегодня, тоже таким же образом, такие же любители музыки, которые тоже, там, по 20-30 лет не играли, не занимались плотно, сами для себя чем-то занимались, и вот решили собраться и создали группу, и меня позвали в эту группу, и вот мы теперь все вместе занимаемся. В первую очередь для себя, но, конечно, иногда хочется, чтобы кто-то послушал, в людей, да, и оценил, как бы, обратную связь получить. Поэтому, по возможности, вот, то там, то сям, где-то, ну, хотя бы раз в месяц стараемся где-то заступать. Ну, я скажу всем, что мы сейчас готовим такой творческий проект, очень интересный, мы только начали, но у нас много мыслей, да? Да. Именно, как авторские песни, есть же несколько песен, который, вот, Серега, сам, от души, ну, слова известных, допустим, поэтов, Амар Хаяма, да, все знают у него прекрасные стихи, он это все на музыку положил, да, как это? Правильно положил или? Положил, можно сказать, да. Ну, скажем, да, стихи Амар Хаяма что-то новее, или на меня, и появилась какая-то мелодия, которая, в принципе, плясала от самих стихов. Да, и вот сейчас будет у нас такой бардовский фестиваль, очень интересный, и первый в Эстонии. Мы вот делаем такой проект, хотим продвинуться. Поучаствовать, да? Да, и я думаю, Сергей очень достоин. И давайте сделаем так, кому понравится, мы под видео поставим эти ссылочки на эти ролики, потому что это авторское произведение, это авторское исполнение, это просто человек не собирается, вот сел и сполнил, да? Кому понравится, поставьте лайки, мы будем знать, что окей, это востребовано, и люди хорошо реагируют. Поэтому будем ждать ваши лайки. Ну, несмотря на то, сколько их будет, мы будем участвовать там и начинать продвижение. Ну, не столько меня, сколько Жанна, мы же говорили о том, что... А Бархайама. Нет, нашей группы, потому что... Конечно. Я далеко не профессионал и далеко не самый лучший гитарист, чтобы как бы одному выступать на публику. Скорее мне интереснее с моими друзьями, ребятами, которые играют на других инструментах, в составе ансамбля, то, что мы реально можем сыграть, все, что нужно, все, что нам нравится, и то, что понравится другим людям. На каком-то мероприятии провести какие-то там... Кстати, да. Любые мероприятия, корпоративные, свадьбы, юбилеи, что хотите. Да, 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 заказывайте. Были сейчас в Кубаните, прекрасный вечер, люди танцевали, в удовольствие. Нет. Было время, что мы и на поминках играли. Причем, что самое, это было, опять же, 30 лет назад, и не один раз, впрочем, играли. И что самое интересное, что все поминки заканчивались... Попойкой. Весельем, разудалом, народ почему-то вначале плакал, потом это все перетекало. Привет, Саша. У нас вот съемки кино. Вот Александр, наш бас-гитарист. Здравствуйте. Так что все поминки заканчивались весельем. Безудержным просто-напросто. В общем-то, что все грустить, все равно жизнь продолжается. С превоскресеньем из мертвых. Слушай, ну, до этого не доходило, но было близко к тому. Очень здорово. А давайте мы пригласим Александра, потому что у нас такая передача больше о музыкальном коллективе. С Сергеем мы просто лично знакомы, хорошо. Вот, ребят, недавно узнали. Это группа Альтер Эйго, Таллинская. И несколько слов. Давайте вот... Саша, садись сюда. Мы говорили о том, что мы все практически лет 30 как бы были вне музыки. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Хотя каждый, наверное... Ну, я рассказывал, что я в бане 10 лет. Для себя. Играл для себя и для соседей. Поэтому винаисовские соседи, они там были в курсе. Были благодарны, да. И сейчас, когда я на репетиции часто, уже как бы нет такого желания дома чем-то заниматься. Они говорят, ну что такое? Раньше так хорошо было. Каждый вечер музыка там что-то такое. Саша, как у тебя было? Расскажи. Музыка всегда была тут. И начинали мы тоже со свадеб, с танцев для своих друзей, для своих знакомых. И, в общем-то, можно так сказать, что в те 79-80-е годы мы, наверное, пол Талина переженили. Да, потому что у нас было так, что играли на свадьбах четверг, пятницу, субботу, три дня в неделю и каждую неделю. И просто сбились со счета. И люди, чтобы вас послушать, специально женились. И причем не один раз, не несколько раз. Ну, все это, конечно, было в свое удовольствие. Больше мы, в общем-то, как бы никуда особо не стремились. Играли для себя, для души. Молодые музыка, вот я всегда говорил и буду повторять, самая лучшая музыка написана в 80-е и в 90-е годы. После этого что-то уже другое. Уже не музыка. Ну, во-первых, после этого музыка перестала быть живой, потому что, в принципе, технологии настолько выросли, что, ну, как бы нереально вживую сыграть настолько качественно, как можно это сделать на компьютере, в студии и прочее, прочее. Это все как конструктор. Сейчас, как говорят, это не искусство, это дизайн. То есть можно человек, который как дизайнер, но в области музыки, может слепить все, что угодно, с любым звуком, с любым голосом. Главное, это красивую упаковочку. Упаковку, да. Красивую девочек поставил, в которую умеет двигаться. В принципе, больше ничего не нужно. Да, и шоколадный проект. Все остальное делается на компьютере. Вот я говорю, мы вот то поколение, которое играло музыку, я не знаю, которые, ну, если из российских, это, может быть, самые известные, там, всякие поющие гитары Юрия Антонов, из западных, это, наверное, в те, в наши времена, гремело то, что Бонни М, Смоки, и, а потом, вот, выросло поколение... Да, конечно. Да, Сарин. Ну, я про тяжелую музыку, это отдельный большой разговор и большая тема. Да, потому что был у нас один однокашник, назовем его так, у которого тогда в учебное заведение ходили кто с пакетиком фирменным, с одним конспектом, а кто... У кого-то была такая вот папочка у нашего знакомого, и у него с шариковой ручкой там было написано Black Sabbath, Nazareth, Deep Apple. И мы всегда, к слову, Black Sabbath подписывали Black Sabbath и Ка ставили. Black Sabbath. Да, вот такие. Соответственно, люди прически носили, а некоторые и сейчас носят одежду, каблуки, мужчины каблуки, да, полусапожки. Сергей, что из того, что ты раньше носил, ты до сих пор носишь? Скажи нам. Из того, что раньше носил... Каблуки? Нет, каблуки не ношу, но разве что джинсы. А что тогда особо... Я не знаю, я не помню, что мы как-то парились насчет одежды, но, наверное, мы как-то одевались по моде. Но, опять же, это... Да, тогда было все проще. Какие-то клеша там были в то время, какие-то джинсы первые появлялись, самодельные, какие-то еще что-то... Мы играли в такой полувоенной организации, которая, видимо, выделяла деньги на закупку аппаратуры, и мы себе шили из джинсовой ткани брюки у всех одинаковые были, клеш. Вот это было круто. Юра, помнишь? Что за организация? ДОСАФ или что это? Я думаю, что я туда перейду, мы будем... Нет, нет, тебе надо быть в кадре. Давайте отодвинем немножко вот сюда. Вот сюда. Вот так, вперед немножко. Вот, садитесь поближе друг к другу. Ты садись сюда, а я сам... Ой, меня видно. А можно сесть вот туда, да? Саша, между прочим, знаешь, где мы базировались? А Саня Высокин был. Да я здесь, мне будет видно. Вот такой, ну он может даже сейчас есть, я не знаю, клуб Нахимка в Коплях. Да. Знаешь, вот мы там были, в этом клубе Нахимки, и от него мы там, ну это как база у нас была, и там... Ну тоже у вас там была как бы точка, где вам покупали аппаратуру, где вы репетировали. Слушай, там было что-то. Там была Вермона, я помню, вот самая классная. Вермона с этим, с большим усилителем, с комбиком. Это была крутая аппаратура. Вечер воспоминает. Остальное уже как-то сыграли. Где-то что-то находили. Тема такая. Тема. Давайте представим... Да, барабанщик Юра, короче, просто. Барабанщик Юра, да? Это человек, который всегда стучит. Да. Серега одессит у него. Не путать стукача с барабанщиком. Ну, моя деятельность на барабанах началась очень интересно. Вот где мы жили с Аней, у нас каждую субботу были танцы. Мы с Юрой с первого класса знакомы. Мы вложили окна в окна практически. Живем с первого класса. Живем. Получилось так, что на одни... Ну, мы были... Не было 11 лет. Просто-напросто. Могут все так посчитать. Пришли мы в клуб. А у нас там было кино. А после кино... Танцы. Танцы. Бесплатно. Когда вас такие маленькие пускали на танцы, что-то... А что я там, господи, в 11 лет? Ну и что? Тогда не действовало это ограничение. Да. Плюс 6, плюс 11. Такого не было. Вот. И в джаз-банду не пришел барабанщик. Видимо, загулял. Ничего себе. А живая музыка была, да? Да, конечно. Нет, еще в то время фанеры вообще не было. Вот. И лидер там, Вова был у нас такой. Сказал, Юра. Да. Давай. Нет. Восемь. Там был клик брошен. Там человек, человек 30-40 было в зале. Ну, самое начало, 7 часов вечера. Кто умеет играть на барабане? Ну, я сказал, я умею на пионерском. Вот меня тогда и посадили, так сказать, на установку. Бросили. Бросили под танк, да. Я видел это все в первый раз. Класс. Вот. Это самая музыка была простая, конечно. Ну, наша, короче, да. Таёва, знаешь, что я вспомню? Извини, переговорить. Хотя, когда первый раз в жизни я ехал служить на Сарама, и меня спрашивает там кто-то там, кто там из офицеров, а ты этот самый грузовик водил когда-нибудь? А я один раз дедушка мне давал, я до меня спалил. Да, водил. Ну, ладно, садись. И посадил меня за руль. И я на грузовике пилил на Сарама. Ты представляешь, первый раз в жизни съел за этот грузовик. У меня неправа не было, вообще ничего. Ноги короткие. У меня аналогичная история была. Ну, пока я доехал до Сарама, я уже был просто водитель класса. Потому что я сто раз вспотел и взмок, и еле живой был. Но тем не менее доехал. Ну, да, молодец. Вот смотрите, пионеры, да, какие были? Пионеры-герои, не просто. Пионеры-герои, вот он, пожалуйста. Кто умеет на барабан? Да, это я. А девять лет это уже было тогда? У тебя там жизнь практически. Ну, на самом деле. Человек не помрет с голоду, да? Вот. А потом этот барабанщик все-таки пришел. Санец, конечно. Да, и мы играли с ним по очереди. То есть он играл быстрые песни, медленные. Потому что у него там даба сердца была, и он с ней танцевал. Да. В современном мире, так сказать, медленные танцы вообще не катят никак. Всем подавай прыгалки, скакалки там и так далее. А когда мы были вот в этом возрасте, там медляк, это был самый цимус. Вот. И потом вот, в принципе, сколько у нас было? Четверо. У нас было четверо, да. Вы уже знали это слово цимус, да? Нет, в то время этого слова не было. Ну, не было. Да. Ни в одном, наверное, словаре даже. Вот. И, собственно говоря, да, вот с этого все началось. А потом, мы уже отреплены, мы вместе играли 6 или 7 лет, на самом деле. За это время город Таллин маленький. Кроме дома. Все узнали уже, сарапатное радио работает. Ну, скажите, а вы только играете или поете тоже? Я конкретно. Ну, вот вы, да. Ну, вот каждый из вас. Мы с Сашкой, например, пили в хоре. У меня есть идея, Серж. Давайте сейчас мы включим и споем все вместе песенку. Ну, знакомую споем. А что же мы включим? Знакомую. Ходит коникуда поют. Нет, повеселее что-нибудь. Повеселее? Без словей, конечно, неинтересно. Нимая страна. А потом, собственно говоря, да, у нас были хорошие музыканты. Вот. Такие теплые. Самое главное, они были живые и все. А потом армия случилась. И вот, когда армия случилась, тогда все это развалилось. На корне. Там уже строевые песни пришли. А я и в армии все два года. Не выпускал гитару из армии. А у нас было так, что шел командир, сказал, ага, опять играете. Мне говорят, музыканты не нужны. Мне нужны солдаты. Так сказать, карьера наша. Ты карнил, так. Да, братья, давайте-ка, может, просох. Просто вам делать нечего, да? Или перекапать. Да, у нас командир части не поддерживал это дело. У нас, наоборот, построили всех постриженных еще, без погоны не пришиты. Ни погоны, ни подворотнички спросили, кто умеет, на чем играть. Ну, я там скромно, да, вот. Отвели в клуб, дали гитару, сыграли. Все, молчи и больше никому ничего не говори. Там будут радистов отбирать, стучать, повторить стук. Ни в коем случае не повторяем. Это каторга. Я знаю так, я как раз служил в этой области связи. Но я был технарем, поэтому меня обстукачи не взяли. Я видел, как они тренируются. Они сутками сидели, вот, ключом. Это не ваше, да? А вообще, да. Вообще, я скажу так, что то, что на такой ранней стадии мы заняли. Ну, критерии, конечно, игры на барабанах была очень простая. Вот есть песня, и надо от сих до сих отстучать. Все, больше ничего не надо было. Да, почему? Потому что и публика, которая присутствовала на этих танцах, она обычно что-то. Она услышала музыку и бросилась. Или в пляс, или в медленные танцы. То есть, там... Когда народ как-то поживее был, народ приходил, сразу танцевали. А после танцев всегда драка. А перед танцами обязательно шли в туалет и пили барматулку. Для согрева. Да, для того, чтобы... Для храбрости. Для храбрости. Традиция. Мы не пили. Мы на работе вообще не пили. У нас по-другому мы воспитаны были. Дело в том, что мы жили в такой области, я имею в виду, именно, конкретно, в населенном пункте. Что, ну, там можно было по пальцам перечесть людей, которые просто не употребляли алкоголь вообще. Поэтому все остальное население, взрослых, включая мужчин, женщин, и в некоторых случаях даже детей. Это Иваново наведно? Не угадал бы. Это вообще значит, что... Вот, Сереге, уступлю место. Есть такое место. Серега, иди сюда к нам. Мы тут кино снимаем. Какое кино? Ну, какое кино? У меня, кстати, где-то есть фотографии. Я поздоровался. Пролезай. Свою коробочку. Здорово. Вот эту штуку. А, это моя штука, да. Чего так неожиданно, только зашел. Ну, да, сразу интервью. Введите в курс. Делайте. Вообще, как это такое. Первый миландийский канал. Когда ты первый раз взял в руки гитару, расскажи нам? Когда мне было, наверное, 4 года. Обалдеть. Вообще, в России. Вообще, в России. Да. А что ты сделал? Ну, что ты там бренчал. Да-то что? Что ты бренчал, да. Вот, Серега тоже. Сколько лет ты дома? А может быть, Александру-то помесяц? Может, помесяц его. Саня, с тобой. Я отсюда посмотрю. Да ладно. Сканда тогда, наверное. Ну, так, мы как раз, ведь, вот есть, знаете... Это все вместе, да, да. Да, давайте все вместе, потому что есть такая музыкальная история, когда, значит, оркестр играет мелодию, и все по одному потом покидают сцену. А у нас наоборот, все собираются, потягиваются. Ну, вот я так. Так что, давайте будем собираться. Ну, давайте тогда и споем что-нибудь по гитару. Мы же можем... Парана уже, да? Парана. 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 Жанна, ну, ты тоже должна поддержать. Ну, и я только на подтанцовке. Ребят, дайте Жанне бубен. Где он? А не надо бубен, мы сейчас включим барабаны. Нет, я просто хотел рассказать, что был вперед, когда живые барабанчики, вообще неважно было. Ну, шо, ну. 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 Что, лунка была, да? На фоне обшарпанной стенки. А че? И что это? Чего-нибудь? Так ты ж слов не знаешь. Каким. Банщик не обязан. Земля в аккумуляторе, земля в аккумуляторе, земля в аккумуляторе видна. Я буду. Так сын грустит о матери, так сын грустит о матери. Прустим мы о земле, она, она. А солнца, тем не менее, а звезды, тем не менее. Все ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения. Ждем сверные земные, видим сны. И снится нам миро, как космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам дрова, дрова у дома. Я буду так Зеленая, зеленая дрова Та-ра-та-ра-да-ра-дна Та-ра-та-ра-да-ра-да Та-ра-та-ра-да-ра-да Та-ра-да-ра-да-ра-да-ра Ча-ча-ча Ча-ча-ча-ча Молодцы, в переходе можете играть. Хахахах. Шапка есть, главное. Шапка есть. Не факт, что подадут, но играть можем. Ну, шапка, конечно, есть. Кроме того, это был период, когда барабанчики живые были не нужны. Это все делали. Очень короткий период. А сейчас мобильный телефон может делать все, что угодно, на самом деле. И петь, в том числе. А вы думаете о каком-нибудь авторских каких-то все-таки вещах? Есть такие мысли? Пока не думали. Наша задача была сделать виртуар танцевальный. Ну, так как мы в каких-то ресторанчиках выступаем, как правило, поэтому цель такая, чтобы танцевальная музыка была, а авторские это нужны какие-то концертные площадки. Там даже проблема может быть в том, что есть у нас такомых людей, которые пишут слова и музыку к ним, но нет аранжировки. Это все настолько на энтузиазме держится. Кроме того, аранжировка. Люди, которые пишут музыку, они, как сказать, должны быть бедные, голодные, несчастные. Только тогда родиться шедевром. Ну, это все есть. Но, опять же, для чего это? Ну, родился он шедевр. Ну, вот мы его разучили, сыграли. А где его играть? Площадки-то нет никакой. Где это? Кому это нужно? Диск выпустили? Диск, да. Площадки мы создаем сами. Вот собрались и вот тебе площадка. Сняли на видео. Вот тебе площадка весь и мне тут. Долго на сегодняшний день, да, интернет дает определенный процесс. Телефейный, на себе, таковой. Ну, я, допустим, какой-то период у меня был такой, что меня муза тоже посещала. Муза тоже посещала, да? Точно, я помню. 2015 год, Юрки на день рождения. И я читал стихи. Точно. Свои, да. Ничего себе. А ты не был у него в Киеве на день рождения? Да нет, конечно, не был. Я даже не знал, что он. Я думал, он только потреволил. Скрытый талант. Да нет. Дело в том, что муза улетела, это бы тогда только не вернулось. Но вот стихи-то остались? Стихи есть, да. Давайте послушаем, может быть, попросим. Сейчас я выберу. Потому что у меня есть такие икоряренькие. Здорово. Вот это уже. Ну, в принципе. Знаете, вот с чтением, конечно... Можно сего-то начинать. Это из раннего. Из раннего. Пожалуйста, что-то из раннего. Что-то похожее было у Пушкина. Да. Мечты уносят даль, где солнце светит. Теплый ветер лицо ласкает. Но на дворе, увы, зима, а жаль. Хотя не за горами приятная пора. Зеленые деревья и трава, Лежащая, как будто бы ковер, Кудесница природой соткана искусно. Шум леса, пение птиц и музыка прибоя. Стирающие картинки на песке Вся эта красота рисуется Моим воображением. Освобождённый от зимних сует. Хотя бы ненаверение Рассудок мой... И кончился. Ты, наверное, в тот период влюбился в кого-то. Ну, дело в том, что я в этот момент... Я тебе скажу так, что я остался на улице. Понял смысл слова. Пришел. Это то, о чём завтра сказали. И я приехал к одному знакомому, Я следил за его домом. И стихи... Эти стихи родились, когда трещал камин. Дома никого нет, цвет потушен. А я жил в Киевове, там природа исключительная. И второй стих мне очень нравится, который... Если он, конечно, здесь есть... Вот. Это... Когда было... Летом... Летом... У нас было северное сияние. Я жил тогда в Восьмейке. Да. Было. Несколько лет назад. Я думал, этот стиль только бывает такой. Нет. Рассидка ракета пролетела просто. А вот про луну, кстати, хороший. Хороший стих был про луну. Это опять же там в Киевове. Огромная луна, небо засыпанное звёздами. Напрочь всё. Потому что в городе такого нет. Город светит. Сегодня полная луна, она блестит. А ведь всего лишь отражает солнце свет. Но как ни странно, она как Божий лик влияет на сознание всё же. Когда её загадочные действия ты ощущаешь на себе, то хочется спросить, о Боже, ты прости. Ты просто спутник или всё же волшебное творение в Божестве. Когда ты светишь нам холодным светом, ты душу терепишь и мысли воскрешаешь. Ты не даёшь нам спать. Ты прошлое нас окунаешь. Хотя не хочется нам просто жить, но свет твой заставляет нас там быть. Здорово, молодец. Мне кажется, что это перевод с японского, нет? Давайте представим ещё одного участника, который незаметно... Убылся. Сергей. Это Сергей, наш соногитарист. Да. Который тоже лет двадцать, наверное, сидел у себя на кухне и играл в компьютер с гитарой вместе. В компьютерные игры, да? Нет. Ты играл на гитаре под компьютер и записывал. В шарике там. Да. Потому что, ну, в интернете. А что сам о себе Сергей расскажет? Да. Просто... Это в жизни, когда... Я ничего. Я ничего. Поедела страна, да? Пригнали сюда, можно сказать, из-под палки. Заставили играть на гитаре. Втянулся. Нравится, да? Засался. Засался. Нравится. Очень примечательная, кстати. Была встреча у нас. Да. Мы ходили вместе на тренировочку. В общем, будет плохо. Тренировались. Как-то, Серега, заговорил, что вот сейчас приду домой на гитаре, поиграю. Вот. А потом показал фотку, а там барабаны. А можно я приду там? Не вопрос. Ну, короче, пришли мы. На часик. Да. Проиграли. Сколько мы там просидели? Пока супруга не прогнала. Взяли сухую? Нет, нет. По сухую. Я ж на машине. Пока в розыск не объявили. Пока супруга не прогнала, да? Она не то что прогнала, она сама ушла на улицу, а потом сказала, пошли на улицу. Пошли на север мещение. Где хотите. Ну, в общем, короче, так и завязалась, да, наша. А, как всегда, вот, допустим, бетлы, они начинали там в каком-то гараже. А мы начинали в холодном помещении с выбитыми окнами, фактически. Без туалета. Без туалета. Электричество, она единственная розетка на огромное помещение. И там удлинители. Был повод быстрее отрепетировать. Да, был повод заделать окна еще у нас тогда. Да, потому что, когда мы в один прекрасный зимний вечер пришли, была пурга такая, и увидели снег, что у нас там лежит в открытом виде. Да, мы решили так сказать. Потратили, да, два часа, но заделали все. Было так более-менее тепло, пока играешь. Как-то встал, сразу замерзнет. Вот. Так, нормально. Это, в принципе, нормальное состояние творческой души. В общем, такие периоды становления группой очень интересные, да, все. Ну, на самом деле они зато хорошо запоминающиеся, только потому что они не прошли мимо. То есть, был и холод, какие-то коробки были, я не знаю. Даже коробки. Сосед вредный, который... Ну, расскажите, вы сначала вдвоем, втроем были. Втроем были, да. У Серега летчик еще был. Да, сосед был летчик. Настоящий летчик. Настоящий летчик. Действующий пилот, да. Аэрбалтик. Иногда заглядывает к нам сейчас на огонек и... Кстати, сегодня, может он сейчас помню, вчера... Ну, а сейчас прилетит летчик. Классный. Все, начинали втроем. Ну, я вам сейчас позвоню, вчера. Я вам сейчас позвоню, вчера. Я вам сейчас скажу. Нет, очень интересный человек, на самом деле, в том плане... Вообще, сам творческий процесс, ну, допустим, я у меня блудерировал, там, 26 лет, и когда вот с этими вот друзьями, которые там блестят в уголке, не занимаешься, ну, будем так говорить, все пропадает. Ну, да. И потом... А практика нужна каждодневная. Я вот на сегодняшний день это понял, что уже окончательно бесповоротно, что... Привет. Что касается барабальщиков... Слушай, тут у нас кино снимают про нас. Бастеринник сел, вот так как сел. И так каждый божий день развиваться. Три ляда. Ну, три ляда. Тут все с камерами, со светом. Да. Ну, вот. Три ляда. Ты же сказал, что перейдешь. Летик, налетик. Классно будет. Вот сейчас тут площадка, вертолет. Второе дело, это сама атмосфера. У нас все очень плотно, очень тесно. И... Что мне тебе фотографию прислали? Вот. Сейчас я тебя пришлю. Ну, я не верю. Ты не верю. Думаю, ты разыгрыш. Розыгрыш. Ну, вы рассказывайте. Сначала втроем. Телеграмма розыгрыш. Да. Сначала были втроем. Рассказывай. Сейчас я чаек себе нагрею. А, чаек сейчас. Да, у нас пинлин, много серий, много серий. Ага. Потом в какой-то... А мы с Юрой, мы... Я занимаюсь дайвингом. Да. А Юра занимается подводной охотой. И у нас есть товарищ, у которого есть свой клуб, называется Мери Хунь. Углоской влог. Да. Этот клуб проводит регулярные, там, такие... Рекламу вырежут. Да. Регулярные, такие... Не вечеринки, а прямо целые, настоящие международные соревнования. На одном из этих соревнований на Панкило я притащил свою аппаратуру, и мы до утра пели караоке. Да. Я, Юра, еще там кто-то. Вот. Вот. И через год Юра, наверное, мне позвонил, говорит, не хочешь нам поиграть? Ну да. У нас кризис жанра начался. То есть... Хочется пить, да? Что? Вопрос даже не в том, да. Вот. Не хватало именно аккомпанемента такого. И, будем так говорить, что у нас Сергей сейчас как бы в вокальной группе лидер. Ну, будем так говорить. Да. Потому что я-то пел, но с барабанным петь очень тяжело на самом деле. Потому что... Ну, да, наверное. Сейс-то так. Потому что считанные барабанщики могут петь, одновременно играя на барабанах. Ну, в принципе, это возможно. Но это надо учить две партии. Ну, партии вокальные, старая партия, это барабанно. Компенсирует то, что тебе ноты не нужны. Здрасте. Барабанок? Какие ноты не нужны? Я тебе покажу. Нет, на самом деле... Тонализы не нужны. Нет, тонализы не нужны. Но для вокальной партии они же нужны. А у вас были какие-то еще солистки, я так видела. И вот как эта история? Ну, у нас соли... Спустя, а вам солистки не нужны? Ну, что нужны? У нас вот с солистками вообще это беда, на самом деле. Я потом скажу свое мнение. Немножко посмотрела эти видео. Почему? Потому что... Скажите, а солистка должна уметь петь или нет? Необязательно. Главное звание. Или достаточно быть просто красивой? Фронтвумер. Это проще найти. Можно кастинг устроить, счастье. Я даже больше могу сказать... Хорошая вещь. Главное, чтобы вид сзади был хороший. Потому что у нас же впереди и сзади. Если вид сзади хороший, все остальное не важно. И сразу себе ты уберешь. Объявим кастинг. А? Объявим кастинг. За кастинг я только за два. Вот. Кастинг это святое дело. А вообще, конечно... Рейтинг группы взлетит, мне кажется, сразу. Да. Что касается женского голоса в банде, конкретного ансамбля, это... На самом деле это очень красиво. Особенно, когда дуэты там какие-то. И два голоса мужской или много голоса там, допустим. Ну, да. Женский голос на самом деле это супер. Потому что вот Сергей... У меня нет голоса. Я не про голоса. Про Нину нашу. У Сергея женский голос? Пока что заминаем палец. Да. У нас даже очень много песен было построено именно на женский голос. Потому что... Они и есть, да. Они и есть. Только вот... Голоса нет. Голоса нет. Голос попал. Не в том плане, что он пропал. Он просто... Ну, человек занят там. Самоустранился пока. Пока, да. И вот это вот... Так что... Объявляем. Объявляете? Кастинг? Да. Максим, я предлагаю... Пусть присылают тебе фотографии вида сзади. Начнем с этого. Вот. И тогда подберем. И уже дальше прослушаем. Потому что одного голоса, в принципе, маловато. Ну, вообще, это, конечно... Можно так сказать, про 70% круг общения. Да. Мы здесь общаемся. Вообще, у нас, да, очень... Классная атмосфера. Нам это приятно. Вот. Потому что... Делать то, что... От повседневного... Потому что... Творческий процесс у нас обычно занимает там 3-4 часа. Иногда больше даже. Когда тебя спрашивают, а что вы там делаете. Ну, это... Понятно, кто тут спрашивает. Не понятно, зачем. Можно делать 3-4 часа. Если будет царить вопросом, будет больше. Между прочим. На самом деле, да. Намного. Именно в творческом... Когда ты играешь, когда тебе это нравится, время проходит просто незаметно. Да, конечно. Да. Бесспорно. Оно просто летит. Бесспорно. Бесспорно. Это будет другой полушария. Да, да, да. Отдыхаешь душой. Устаешь, может быть, от того, что... Ну, все-таки процесс игры на инструментах, это и физическая нагрузка, на самом деле. Ну, если спортзальщика так... Да. Парочков, да? Ну, я скажу так, что... Картили, на что это похоже. Есть барабальщики, которые потеют просто. Под ними можно ванну вставить и набирать пот. Вот. Но у нас, конечно, не так. Вот. Но на самом деле, особенно, так как мы... Акустический вариант имеем барабана. Снимаем классную передачу. Так что, да. По телевизору пока. Вот тебя не видно. Мод вот здесь. Надо вас так героизировать, что мы прям там... В кадр туда попасть. Нет. У нас больше глупообщение. Смена обстановки. Каждый человек он талантлив. А у вас это просто... Если это было с детства заложено. Вот. Прекрасное воплощение, да. Тем более, живая музыка сейчас это очень ценно. Ну, пока незаметно, что это ценно. Особо никто это не ценит. Особо не ценит. Вот мы над этим будем сейчас активно работать. Приложим. Да, ребята. Жанна согласилась быть нашим промоутером. О боже. Продвигать нас. Да. Просто мне интересно. Это выступление, где была Жанна, хочется забыть навсегда. Это да. Я ей сказал, что это самое худшее было из того, что было на Из того, что было, да. Просто забыть, чтобы этого как бы не было. Это ужасно. И то Жанна сказала, что это были положительные моменты. Там были хорошие моменты. Ну, я скажу по своим ощущениям, которые я там испытывал, сидя и работая. Не надо. Не надо. Не надо грустно. Легкого стыда. Нет. Я на самом деле, я считаю так, что любые ошибки, которые совершают человек, который что-то делает. Это его опыт. Это опыт. Да. На самом деле, это говорит о том, что немного поторопились ребятки, но это не значит, что мы не умеем это делать. То есть, те вещи, которые были обыдены. Но главное, вы не боялись. Не боялись. Лицо не потеряли, при этом было все вот так. Кое-что и получилось. Второе деление было. Второе было хорошее. Супер. Сюзанна, по тебе? Да. Сюзанна. Мне, наверное, понравилась она. Сюзанна очень классная. Тем более, началась как песня про зайцев. Все мы всегда так... Сюзанна. Главное, что вы не сдались, ребята. Вы продолжаете. А как вы поете, мы слышали уже. И нам всем понравилось это тоже. И, кстати, Жанна... Обстановка была классная. Не только ваш промоутер теперь, но и солистка. И... И... Потанцовка. Так что... И мы сегодня снимем это видео, где Жанна будет петь вместе с вами и танцевать. Ну, давайте прервемся, подключимся и вживую сыграем хоть одну вещь. Да? Но мне хочется перед этим, чтобы Сергей в очках сказал пару слов о себе тоже. Сергей. Я же уже все рассказал. Здрасте. Я же не такой пресно-речивый, как Юрист. Сидите. У вас есть спикер. Очень скромный. Нет. У группы есть спикер. Это Юра. Оказывается, да. А вы не знали. Я не знал, что он спикер. Пишет еще... Да, вот. Я знал, он забыл. Смотрите, как много вы сегодня узнали друг о друге. Ну, давайте узнаем, какой есть талант у Сергея все-таки, кроме умения носить... Что на очки? Что на очки? Да какой талант бестолковый? Я скажу, что для Сергея нет ничего невозможного на гитаре. Он может на гитаре все. Сейчас меня в краску в горе. Ну, я скажу так, любое произведение, оно требует изучения, по-любому. То есть, если задаться целью, можно выучить чего угодно, по сравнению. Что нравится мне в Сереге, вот если он задался целью, он ее сделает. Есть одно но. У нас разница в возрасте. Мы уже старики, предпенсионный возраст. Да, да, да. А Серега у нас самый молодой. Он зеленка еще. Он многие вещи, которые мы ему предлагаем. Говорит, давай сыграем в этом. Он говорит, я такое вообще даже не слышал. Он из поколения Ласкового Мая. Так а вы не знаете, что я знаю. Да. Согласен с тобой. Я думаю, надо немножко репертуарчик. Насовременить. Да. Значит, все-таки под мою дудку? Да. Почему? Слишком. Почему нет? Надо попробовать. Подожди. Ты на гитаре играешь или на дудке? На дудке. И на дудке тоже. На гитаре. Вообще на нервах. На нервах. Уже не на нервах. На свободное время еще немножко шьем. Да. Подожди. У меня кузническая часть. Классненько так, аккуратненько. Так. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.